Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, «Этот человек начал строить и не мог окончить». Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 28 по 30. Под башней святые отцы понимают высокую жизнь или добродетель. Однако мнения о том, что следует считать основанием этой умозрительной башни, у них различны. Так святитель Амвросий Медиаланский подразумевает под этим основанием веру, возникшую из проповеди апостолов и пророков. Святитель Кирилл Александрийский – христианское усердие, а Ефимий Зигабен – выносливость в искушениях. Еще одно мнение предлагает блаженный Феофилакт Болгарский, который говорит, «Под основанием можешь разуметь слово учительское, ибо слово учителя, рассуждающее о воздержании и брошенное на душу ученика, подобно основанию». Однако независимо от того, что мы строим – столб терпения или столб любви, по слову святителя Григория Двоеслова – должны мы наперед приготовить себя к неприятностям сего века, чтобы не быть осмеянными в час искушения духами злобы поднебесной. Притчу о строителе башни Господь рассказал, внушая своим последователям, что к любому делу нужно тщательно подготовиться и оценить свои силы, особенно если это дело Божие. Иносказание начинается с вопросительных слов «Кто из вас?». Тем самым Христос как бы говорит «Подумайте сами, как поступать в делах житейских, и отсюда перенеситесь умом к делам духовным». В качестве такого житейского дела выступает незавершенное строительство башни. Если речь идет о бытовом строительстве, то под башней, скорее всего, имеется в виду сторожевая вышка в саду или виноградники, по-еврейски называющаяся шамира – обычное двухэтажное строение, на верхнем этаже которого был сторож, в то время как на нижнем во время жатвы спали рабочие. Пример такой башни встречаем в притче о виноградарях. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 33. Однако древнегреческое слово «пюргос», употребленное в тексте Евангелия, может означать и башню как оборонительное сооружение. По иным трактовкам здесь имеется в виду вообще высокое здание. Как бы то ни было, эта постройка требовала значительных расходов. Возможно также, что Христос отсылает слушателей к истории Вавилонской башни, которую безрассудные люди хотели возвести до неба, но не смогли. В то время часто случалось так, что многие постройки оказывались неоконченными и заброшенными. Император Тиберий обогатил римскую казну, но сделал это не в последнюю очередь через увеличение налогового гнета. Сборщики налогов, публиканы, низшее звено которых называлось мытарями, лихоимствовали, обогащались, взимая налоги больше, чем требуется. Многие, вынужденные бедностью, прекращали строительство. Иные, желая сэкономить, строили некачественные здания. Несколькими годами ранее, в 27 году нашей эры, одно из таких зданий, амфитеатр, обрушилось, так что пострадали пять тысяч человек. Общество тех времен, согласно тексту Евангелия, не проявляло большого сочувствия к тем, кто по легкомыслию начал дело и не окончил. Объяснялось это еще и тем, что среди людей сильно было понятие о чести, и для неудачливого строителя потеря чести в глазах общества была горька. Итак, чтобы любое дело не кончилось позором, нужны самые тщательные подсчеты, требующие усидчивости. А над чем должен раздумывать желающий стать учеником Христовым? Над тем, насколько он отрешился от привязанности к мирскому? Готов ли он служить одному Господу Богу, призрев маммону? Дело Христово не требует большого капитала. Капитал для него нематериален. Верность истине и решительность. Имея достаточно этого капитала, начали дело апостолы Андрей и Петр, Иаков и Иоанн Зеведеевы, бросившие лов рыбы и пошедшие за Христом. Мы опутаны многими мирскими заботами и привязанностями, но и к нам относятся требования решительности. И нам необходимо обдумать, готовы ли мы стать истинными учениками Спасителя. Иначе будем посрамлены не только в будущем веке, но и в жизни временной. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео.